Завершается приемная кампания для поступающих в ВУЗы. Совсем скоро станут известны результаты поступления. Для будущих студентов это не менее волнительный момент, чем сдача ЕГЭ. Выпускники Ненецкого округа традиционно в основном выбирают учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Подробнее в материале Александра Литковой. Позади остались детство, прощание со школой, подготовка и сдача ЕГЭ. Теперь будущих студентов ждет совершенно новая и интересная жизнь. Учеба в колледже или институте. Елизавета Карипанова с будущей профессией определилась еще в средних классах. Я выбрала Северный государственный медицинский университет в городе Архангельске. Специальность клиническая психология. Психология меня уже очень давно интересовала. И последние несколько лет я хотела именно поступать на факультет психологии. Вероника Котова тоже подавала документы в медицинский ВУЗ. Но передумала и решила поступить на педагога по целевому обучению. Я училась в естественном научном классе в четвертой школе. Сдавала я также русский язык, биологию, общество знаний и профильную математику. Изначально хотела поступать на клиническую психологию. Туда тоже подаю. Но все-таки мысль такая закралась. Поступать на учителя. Потому что я считаю, что это очень интересно. И я люблю работать с детьми. Буду учителем биологии и химии. Работать учителем Вероника будет в своей родной школе. Именно с ней у девушки заключен трехсторонний договор о целевом обучении. Всего таких договоров с окружным департаментом образования заключено 15. Студенты будут обучаться в РГПУ имени Герцена и САФУ. Невостребованными остались несколько направлений. По Герцену у нас есть, пока нету, точнее, желающих на направление образования в области родного языка и литературы. Пока сейчас нету человека, который хотел бы поступить на это направление. По САФУ у нас есть педагогическое образование с двумя профилем подготовки математика и информатика. Пока никого тоже нет. И на педагогическое образование двойной профиль иностранный язык. Это первый язык и иностранный язык второй. Поэтому на эти пока направления желающих нету. Но у нас 10 мест, на которые есть возможность детям поступать. Не нашлось желающих поступить и в институт Синергия. Институт Синергия нам тоже предлагает 10 квот для поступления. По программе кадровый резерв. Это полностью бесплатное образование, бесплатное общежитие с питанием и работа с первого дня начала учебы. Но на сегодняшний момент заинтересованности в поступлении в Синергию у нас нет. Ни один человек не подал заявку. Всего в этом году в Ниньском округе из 11 класса выпустились 251 школьник. Время, чтобы подать документы в ВУЗ еще есть. Вступительная кампания продолжится до 17 августа. А результаты зачисления станут известны после 24 августа. Александра Литкова, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север».